Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прышковский. Глава пятая. В дверь барабанили, удары сыпались короткими очередями. Он сообразил, стучат в дверь, но все равно не мог проснуться. Голова приросла к подушке. Слепящий свет солнца. Соседняя кровать не застелена, никто не спал на ней, как и ночью, когда он пришел. Да, да, сейчас. Рывком поднялся. Перед глазами поплыли круги. Чуть не врезался головой в косяк. Ах, да, впереди еще одна комната. Потом коридор. Апартаменты. Номер. Люкс. Дежурная ясно сказала. В комнате будете не один. Вторая кровать занята. На пороге, к великому изумлению, он увидел Вариса Теннисона. В белой водолазке, свежей, румяной, с еще не просохшей, коротко стриженной шевелюрой, аккуратно причесанный, словно боксер после душа. Доброе утро. Как спалось в рандове? Пожилые люди говорят, кто спит, тот не грешит. Но, скажу вам, спать в такое время уже одно — это грех. Прошу прощения. За что, за грехи? За то, что не успел надеть штаны. Он кинулся в ванную, залез под душ. Растерся полотенцем. Что понадобилось Теннисону? Без причины так настойчиво в дверь не стучат. И как это он его разыскал? Значит, остались? За напускной веселостью в голосе Вариса звучали не слишком уверенные нотки. Да и сам он был далеко не так беспечен, каким старался казаться. Так получилось. И правильно сделали. Рига никуда от вас не денется. Надеюсь. Варис достал пачку сигарет Элита и щелчком выбил две сигареты. Позволите предложить? Спасибо, я не курю. Ах да, совсем забыл. Мне почему-то казалось, что все писатели курильщики. По крайней мере, так их рисуют в дружеских шаржах. Вы давно пишете стихи? Стихи пишут так, между прочим. В таком случае, что же главное? Как вас понять? Это я бы вас хотел понять. Что вы из себя представляете? В его вопросе было больше развязности, чем любопытства. Ровным счетом ничего. Сами видите. Просто заросший субъект. Не натурщик же вы, надеюсь? Я, например, помощник мастера в предельном цехе. Семьдесят станков. Восемь девушек. А, вот именно. В том числе, Марика? Да, то есть, в известной мере, запинаясь, правоговорил Варис. Она предельщица. Вы ее непосредственный начальник? Только в рабочее время. И вы следите за ее станками, даете задания, присуждаете премии. Ну и что? Все в порядке. В хитроватых котовских глазах Теннисона блеснула усмешка. Какой трогательный сюжет, не правда ли? Двое влюбленных, а между ними злой мастер. Использование служебного положения. Принуждение властью, материальными соблазнами. Так сказал бы ваш пес. В таком случае вы плохо знаете Марику и здешние условия. Возможно. У меня, конечно, нет ни малейшего представления о том, кто писал письма. Но мы решили пожениться. Более того, у нас будет ребенок. И смею вас уверить, если бы Марика не захотела, ничего бы такого не произошло. Так что сами рассудите, какая девушка перед свадьбой станет писать кому-то письма. Действительно трудно такое представить. А я бы все-таки хотел взглянуть на эти письма. — Зачем? — Слечить почерк. — И вообще? Надо все выяснить до конца. Найти виновного. — Виновного? — Писать письма никому не запрещается. — Но выдавать себя при этом за другое лицо. — Теннисон смотрел на него в упор и, жмурясь, подтягивал сигарету. — Я себя никому не навязываю. Слава Богу, в нашем городе выбор более чем обилен. На пятнадцать мужчин восемьдесят пять женщин. От восемнадцати до тридцати. Это официальная статистика. А в рандове девушке выйти замуж все равно, что в лотерее вытянуть счастливый билет. Передайте Марике мои поздравления. По случаю удачного розыгрыша. — Я не шучу. Дело серьезное. Потому-то наши девушки ищут знакомства, где только можно. Пишут письма. Выходные разъезжаются по другим городам. Одним словом, нервничают. Председатель мест кома внес предложение разместить под рандовой воинскую часть. Но это не выход из положения. Во время службы редко кто женится. А потом ищи ветра в поле. Недавно появился другой проект. Рядом с текстильным комбинатом построите механический завод. Но тут другие проблемы. Жилье, снабжение, школы. Я уже сказал, письма остались в Риге. Если хотите, я могу прислать по почте. Как свадебный подарок. Я бы хотел только сличить почерк. Можно устроить. Что касается Марьки, я за нее спокоен. Я даже допускаю, она могла писать. Обмениваться письмами. Пока мы с ней не познакомились. Это я еще могу понять. Но какой смысл писать после, когда у нас сложили серьезные отношения? Не правда ли? Я рассуждаю вполне здраво. Последние слова Теннисона подстегнули затихшую было злость. Этот здраво рассуждающий тип был не столь уж остроумен, каким показался вначале. За его самонадеянным спокойствием проглядывали растерянность и смятение. Несмотря на бравую наружность, было в нем что-то стариковское. А то, что он говорил о своей любви к Марике, было просто омерзительно. Когда у нас сложились серьезные отношения. Олух несчастный. Так и видишь его в полосатой пижаме. Он пыжится, расхаживая по комнате. Корчит самодовольную физиономию перед зеркалом. Наступило продолжительное неловкое молчание. Теннисон придавил в пепельнице сигарету и снова окинул его испытующим взглядом. Значит, стишками балуетесь так, между прочим? Да. Живете в Риге? Да. Я ведь тоже раньше жил в Риге. На улице Дзирнову? У моста? Выходят земляки. А учились в школе имени Пайгли? Пайгли? Нет. Во второй, средней. Случайно не знаете Арбидас Кудру? Нет. А в Айронис Адембо? Это уже смахивало на допрос. Не знаю. Теннисон, отрывисто рассмеявшись, закурил новую сигарету. Мне подумалось. Рига не так уж велика. Глядишь, и найдутся общие знакомые. Это он сказал просто так или с умыслом? Не таилась ли в его словах угроза? Ну вот, я вас разбудил. Теперь могу уйти. Итак, вы остаетесь до воскресного вечера? Похоже. Мы могли бы с вами позавтракать. Спасибо. Нет аппетита. Тогда извините. Желаю приятно провести время в рандове. Мой пес полагает, мы еще встретимся. На всякий случай оставляю вам свои координаты. Теннисон достал из кармана записную книжку и, аккуратно написав адрес, столь же аккуратно вырвал листок. Чудесный денек выдался. Советую сходить к Гауе. Но будьте осторожны. Гауе — коварная река. Спасибо за совет. К выходу Теннисон наступил спиной, не сводя с него глаз, улыбаясь котовской улыбкой, совсем как гангстер в американском Бестерне. Самоуверенный кретин. Так и хотелось рассмеяться ему в лицо, но было чуточку не по себе. Этот человек пробуждал не только злость, но и что-то похожее на страх. Он даже пожалел, что остался.